Доброе утро, еще раз дорогие друзья! Мы с вами продолжаем серию бесед, посвященных вопросам евангелизации вообще, и понятиями еврейской евангелизации, если таковая есть, а также некоторым вопросам еврейской апологетики. Мы попытаемся, как, впрочем, и делали уже в предыдущих передачах, указать на необходимость и связь, на необходимость для церкви понять, наконец, свои корни и искать источники благословения в том, что называется, еврейским, или, если хотите, библейским пониманием Писания. С другой стороны, нам очень важно также указать связь между библейским иудаизмом Иисуса, или религией, в хорошем смысле слова, которую исповедовал Он, называйте это ветхозаветной верой, и сегодняшним состоянием вещей среди неверующего еврейства, дабы мы могли применить все то, что было во времена Иисуса, не искаженное последующими двумя тысячелетиями церковной схоластики и индоктринализации, и показать, что сегодня мы можем сделать, как верующие для евреев, каким образом мы можем принести им Евангелие, в том виде, в каком об этом говорил апостол Павел, когда писал, что с иудеями я иудей, а не а баптист, б пятидесятник, в пресвятырианин и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны помнить об этом, что привидение Господу Богу народа Божьего, коим был, есть и будет народа Израиля, является всенепременной задачей первостепенной важности для любого христианина и источником благословения. Мы с вами говорили на нашем последнем занятии или беседе о постании к римлянам, и мы говорили о том, что когда Павел в первой главе того, что мы сегодня называем первой главой постсания, к римлянам делает весьма скандальное по тем временам утверждение для римской церкви, что он не стыдится благовестия Христова, которое есть, и мы как бы сделали ударение на этом слове, указав на то, что оно в настоящем времени, в греческом языке, в настоящем длительном времени, имеется в виду, что есть сегодня, сейчас, не только исторически, во времена предшествовавшие Иисусу, сила ко спасению, мы говорили с вами о том, что слово есть, согласно серьезным лексиконам, имеет отношение и к понятию, есть сила ко спасению, и к понятию сила ко спасению, и к понятию, во-первых, Иудею, также Елену. Мы пришли с вами к тому, что, во-первых, Иудею всегда было парадигмой Павловых путешествий или Павловой проповеди Евангелия, несмотря на то, что он был и оставался, и гордился, в хорошем смысле слова, тем, что он является проповедником и евангелистом для язычников, тем не менее, мы просадили с вами на многочисленных примерах, уже из книги «Деяний апостолов», о том, что Павел, где бы он ни находился, даже после знаменитого провозглашения, что он оставляет еврейское служение и просит отрести как прах со своих ног себя и своих спутников, немедленно что он делает после этого, он сразу идет в еврейскую синагогу. То есть всегда приоритетом Павла, я еще раз хочу подчеркнуть, это огромной степени важности для нас сегодня, для всех верующих, несмотря ни на что, что язычники составляют огромное большинство в мире, я имею в виду не евреи, несмотря на то, что христиан сегодня огромное большинство в абсолютных цифрах по сравнению с евреями, верующими Иисуса. Для Павла всегда было ясно, что служение язычникам, успешное служение язычникам, подразумевает, во-первых, абсолютную необходимость всегда служения евреям, где бы он ни был. И мы видим его, когда он приходит в любой город, первое место, куда он идет, он идет в синагогу. И служит там. Синагога была местом, куда приходили язычники, но не это главное. Главное, что Павел идет в синагогу. Более того, когда он оказывается в небольшом городке, когда не было возможности, в 16 главе мы читаем, где они апостолы, да не было возможности содержать синагогу, то есть было меньше 10 верующих мужчин или евреев в этом городке, то он дожидается субботы, не идя, грубо говоря, мы сказали бы, потратив в пусту 3 дня или 4 дня, в зависимости от того, когда он приехал в этот городок. И тем не менее, он выжидает эти 3 дня, чтобы попасть к реке, у которой они собираются, потому что посреди недели служения не было, по понятной причине, потому что не было синагоги. Павел выдерживает, обязательно выдерживает. Мы с вами говорили, что поскольку послание к римлянам, по всей видимости, было написано раньше деяния апостолов, то некоторые богословы как бы возражают, что последующие действия в деянии апостолов отменили тезис римлянам 1.16. Это не так, потому что 2-2 случая, когда Павел призывает отказаться от служения к евреям и идет к язычникам, имеет место только локально и поместно, когда он, находясь в пределах этого города, для начала попробовав служение среди евреев и, будучи отринут ими, идет к язычникам, но попадая вновь в какой-нибудь новый город, он возвращается к испытанному примеру или к испытанной парадигме, опять-таки, если хотите, и, во-первых, начинает нести служение иудеям. Раз за разом повторяется этот лейтмотив в Писании, и Павел рискует, конечно, когда он пишет римлянам, потому что он должен понимать, что он имеет дело с нормальными, обыкновенными людьми, у которых бывает ревность, и бывает зависть, и бывает лицеприятие, но он-то прекрасно знает Писание, и, может быть, он не знаком еще с Евангелиями, может быть, он не знаком, давайте понимать, что Павел не читал Евангелия, у него их не было, может быть, он не знаком со случаями, когда Иисус стоит как бы напротив этой женщины и говорит, что он пришел к погибшим овцам дома Израиля, или знаменитая ситуация, когда и женщина говорит ему, но и псы питаются крохами после того, когда он сравнивает как бы самарянскую женщину с собаками. Я слышал, кстати, очень много проповедей по этому поводу. Одна из них совершенно комедийная состояла в том, что мы пытаемся оправдать Иисуса, когда он допускает такие как бы достаточно резкие выражения. И эта проповедь состояла в том, что о собаках, которых там идет речь, что это на самом деле не какая-нибудь уличная собака, а это ласковый домашний песик. Well, ласковый домашний песик или собака не имеет значения. Иисус сравнивает конкретно язычников того времени с собаками, а народа Израиля с погибшими овцами. И он делает совершенно как бы ясное представление. Он пришел, во-первых, к погибшим овцам дома Израиля. Интересно, как женщина возражает. Она не говорит, кто, я собака. Нет, она не говорит так. Она признает, она со смирением, и это смирение вменяется ей в праведность. Так вот, Павел наверняка не знаком с этим эпизодом из жизнедеятельности Иисуса, разве что ученики Иисуса ему рассказали. Об этом Евангелие, скорее всего, не были еще написаны к тому моменту. Но даже если были написаны, они не распространялись, как сегодня. Поэтому вряд ли Павел об этом знал. Но, тем не менее, приоритет, который Господь внушил ему, начиная с того момента, когда призвал его по дороге в Дамаск на служение, он четко был до конца жизни Павла. Сегодня мы с вами будем говорить о послании к римлянам. Но уже не о первой главе, а мы попытаемся с вами установить приоритеты не только в жизни Павла. Это, само собой, уже было выяснено в книге «Деяния апостолов». Мы попытаемся выяснить его наследие. Что он оставил сегодня нам? Когда я говорю нам, я имею в виду церкви. Что он предлагает нам сегодня не просто как приоритет, а предлагает нам понять о самих себе, о своем прошлом, о своем настоящем, и, что не менее важно, о своем будущем как христианам в соотношении с тем, каким образом мы благословляем народ Израиля или евреев. Это чрезвычайно важный аспект служения Павла. Он тем более важен, что Павел постоянно подчеркивает, что он прославляет свое служение как служение среди неевреев. И вот давайте мы себе представим ситуацию. Мы с вами перенесемся на почти что две тысячи лет назад. Давайте себе представим, давайте напряжем свое воображение. Мы находимся с вами в римских катакомбах. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь был, место не очень приятное. Мне довелось там быть некоторое время назад. Я хочу вас уверить, там нет кондиционеров. Освещение весьма скудное. Потолки низкие. Если вы прибавите к этому еще римскую погоду, которую я не очень люблю. И даже римляне, которые там жили, наверняка они не очень были, особенно учиться. Вот представьте себе, в каких помещениях находились первые христиане. И вдруг открывается дверь, наверное, по условному стуку, и входит человек. В то время не было почты России, не было Federal Express, не было никаких других замечательных изобретений нашего времени. Уж, конечно, не было ни e-mail, ни ICQ, ни SMS. Я уж не знаю, что там еще есть. Моя дочь лучше знает. Входит человек. Он говорит, радуйтесь. Не будучи усилен никакими звуковыми приборами, он говорит, радуйтесь. Я принес вам письмо. Не послание святого апостола Павла. Конечно, никто его не знал, как святым в то время. Я принес вам письмо от нашего друга, от нашего брата. Еврея, Шаула. И, конечно же, вся церковь, наверное, к тому времени уже немножко уснула, потому что было жарко. Но от такой новости наверняка она вся пробудилась. Я рисую картину. Скорее всего, так оно не было. Но могло так и быть. И вот все говорят, давай, быстрее, читай. Пробудились евреи, пробудились неевреи в этой церкви. И тот, который принес, не Павел, его приглашают вперед. Ему наверняка дают попить воды. И он начинает читать это письмо. Первые строки, строки приветствия. Все знают, это стандартная форма. Ну, о чем речь? Давай, скорее, рассказывай. Что ж такое? Апостол Павел, еврей Шауль, написал нам. Мы не знаем. Большинство из нас никогда не читали того, что знают часть этих здесь евреев. Да и эти евреи немного знают. Они живут давно в диаспоре или в Галуте, как говорят евреи. Многие из них даже не говорят на еврейском языке. Мы хотим узнать непосредственно от того, кто посвящался с Господом по дороге в Дамаск. Они читают письмо апостола Павла. Они доходят до того спорного места, о котором мы с вами говорили. И я себе вполне представляю, что начинают смотреть друг на друга. Евреи втягивают головы в плечи, потому как не совсем удобно быть лучшим среди равных. Или другим среди равных. Или отличающимся среди равных. Люди всегда хотят быть так, чтобы их никто не замечал. Даже если они считают себя лучше других, они всегда предпочитают, чтобы на публике, особенно евреи, которым избранность всегда выходила боком рано или поздно. А здесь наконец-то добились равенства в хорошем и плохом смысле слова. И тут Павел, понимая это, тем не менее бросает вот эту бомбу в аудиторию. И он говорит, во-первых, иудею. Зачем опять, во-первых, нам? Нам не надо. Мы хотим быть как все. Иудея, а также и Эллену. Брошена первая как бы пробная вот эта вот бомбочка. Но потом все как бы затихает потихонечку. Все как бы возвращается на круги своя. Павел опять начинает говорить в первой главе о том, что называется общим откровением Божьим. На тот случай, если кто-нибудь скажет, он никогда не слышал слов Иисуса, как ему спастись. Павел говорит, что язычникам явлено даже через этот мир, даже через восход, даже через зарю, даже через щебетание птиц, если хотите, красота непомерная Божья. И таким образом, он говорит, ни у кого не может быть оправдания, что в день он, и когда вы будете стоять перед Богом, вы скажете, что вы не знали. И я представляю себе, что в это время, наверное, евреи наконец-то успокаиваются. Ну, наконец-то он перестал нас выделять, перестал о нас говорить. Римляне успокаиваются. Все-таки, ну, эти евреи, все хорошо с ними, ну, как бы нормально, мы все равны. Все замечательно. Но Павел ничего не забыл. Приблизительно к концу второй главы, или то, что мы сегодня называем второй главой, я еще раз повторюсь. В то время не было глав и не было стихов. Кстати, небольшое отступление. Еврейские дети, маленькие дети религиозных семей, они имеют обыкновение, вообще-то говоря, тоже учить Тору и учить Библию. Причем учат они ее наизусть. Так вот, ребенок к пятилетнему возрасту, он как бы начинает учить вот все вот это, как бы Тору, к восьми годам своей жизни он знает пятикнижье Моисеева наизусть. Причем при всем этом, он никто ему не говорит, там, третья глава, пятнадцатый стих, потому что этого нету. Вы просто начинаете говорить какое-то слово, и он его продолжает. Это, кстати, о ревности. И вот Павел говорит к концу так называемой второй главы, обращаясь через своего посланника к аудитории смешанной еврейско-языческой, он говорит, ибо не тот иудей, я читаю двадцать восьмой стих, и не тот иудей, кто таков по наружности, то есть не тот иудей, кто таков по наружности, я, мне моя покойная бабушка всегда говорила, что Миша, говорит, ты на еврея не похож, все евреи на тебя похожи. Так вот, Павел, как бы опровергая этот тезис, говорит, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти. Представляю себе, не евреи, как бы в этот момент посмотрели на евреев. А Павел, как бы, продолжает и говорит, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, а от Бога. Казалось бы, можно подумать, что истинным евреем является как раз не еврей, который верит в Бога или в Иисуса Христа. Но Павел абсолютно не это имеет в виду. Тут это не написано. Написано, что не тот иудей, кто внутренне таков, но тот иудей из иудеев, кто еще и верует в Господа Бога. Здесь не написано, что иудеем автоматически являются верующие не евреи. Об этом речи нет. Павел говорит, что тот, кто хвалится тем, что он иудей, не должен этим хвалиться до тех пор, пока он не убедится, что у него обрезано сердце. Вот тот является истинным иудеем. Мы с вами есть просто иудеи и есть истинные иудеи. Но Павел вовсе не говорит, что истинными иудеями являются верующие из язычников. Это тот самый фундамент, на котором много столетий спустя возникла подменная теология. Говорили, не ты иудей, несмотря на то, что у тебя есть обрезание, ты внешний таков. А я иудей, потому что я верую в Иисуса Христа. Но это абсолютно не то, что говорит здесь Павел. Он просто повторяет еще раз, что никто не может хвалиться своим еврейством плотским до тех пор, пока он, этот плотский еврей, не рожден свыше. Но отнюдь Павел ни в коем случае не говорит, что вот против этого еврейства возникло новое еврейство. Или против плотского Израиля возник так называемый духовный Израиль. Или против старого Израиля возник так называемый новый Израиль. Нету нового Израиля, нету духовного Израиля. Эти понятия целиком и полностью надуманы церковью для того, чтобы присвоить себе регалии весьма сомнительной избранности, о которой мы с вами уже говорили, которые принадлежали, принадлежат и будут принадлежать народу Израиля. Поэтому нет новозаветного Израиля, как и нету ветхозаветной церкви. Знаете, часто называют Давида ветхозаветным христианином, или Самсона ветхозаветным христианином, а Израиль ветхозаветной церковью. Нету, не было такой вещи, как ветхозаветная церковь. И естественно, ни Давид, ни Самуил, ни Самсон не верили в Иисуса Христа. Для спасения в их время это не было необходимой вещью. Иисус ретроактивно, если хотите, антологически обеспечил спасение для всех поколений, начиная, если возможно, покаялся и Адам. Мы этого не знаем. Но осознанно утверждать, что Авраам, или Исаак, или Яков верили в Иисуса Христа, это значит просто вчитывать или вводить в Писание то, чего там нет. И так, продолжает Павел, опять поднимая эту тему еврейства, начиная с третьей главы, так называемой третьей главы. Какое же преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Очевидно, имеется в виду обрезание физическое здесь. И он опять говорит к ужасу этих евреев, которые там сидят. Он говорит, великое преимущество во всех отношениях, оказывается, есть в плотском обрезании и есть в факте того, что ты еврей, некое великое преимущество. Я хочу подчеркнуть, Павел говорит, здесь все в настоящем времени. Я буду не раз и не раз возвращаться к этому. Время, в которое происходит написанное, это время после смерти, и после воскресения, и после вознесения Иисуса Христа. Событие, описываемое здесь, происходит во время благодати, во время церкви, то есть сейчас. С тех пор ничего не поменялось. И Павел говорит, великое преимущество во всех отношениях быть иудеем, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Кстати, один этот стих опровергает расхожие разговоры о том, что Лука был не евреем. Я шутил, конечно, на предыдущих занятиях, когда говорил о том, что Лука, конечно же, еврей, потому что он доктор. Нет, дело не в этом. Дело в том, что здесь совершенно однозначно написано, что Слово Божие вверено. То есть, что значит вверено? Бог никогда не писал Слово Божие. В том смысле, не садился за парту, не писал рукой. Записывали люди, святые, по вдохновению Божия. Так вот, им было вверено Слово Божие. Здесь Павел утверждает, что иудеям вверено Слово Божие. Как бы указывая на то для нас, сомневающихся, что и Лука по своей происхождению был евреем. И он продолжает. Павел говорит, ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Мы с вами говорили, я хочу напомнить о некой договоренности, которая существует в рамках богословия, разделение заветов на условные и безусловные заветы. Так вот, верность Божья, зафиксированная в завете с Авраамом, когда мы говорили с вами, это завет, заключенный между Богом и Богом, когда Бог в виде огня прошел между тушами рассеченных животных, как бы подтверждая или имитируя ту традицию, которая существовала на Древнем Востоке, когда две высокие договаривающиеся стороны проходили между тушами рассеченных животных, Господь прошел зад, вперед, один, когда Авраам спал. Вот этот завет безусловной верности Бога по отношению к народу Израиля Господь Бог подтверждает здесь и говорит, если некоторые и были неверны, по всей видимости, имея в виду также и знаменитую сцену распятия, когда находящиеся на этой площади говорили кровь его на нас и на наших детях, как много из представителей еврейства были в то время на площади. Доктор Дан Грубер делает подсчет, насколько можно интерполировать вот это признание факта виновности в смерти Иисуса на весь еврейский народ. Он приходит к выводу, что количество людей, находящихся на площади, включая женщин, стариков и детей, вряд ли превосходило 0,01% от всего еврейского населения. Поэтому, даже если эти и были неверны, неверность их уничтожит ли верность Божью? Вопрос риторический. Естественно, Павел отвечает на него, конечно же, нет, потому что Бог это не человек, чтобы менять ему свою точку зрения, и Бог клялся самому себе, что он всегда будет сохранять этот народ, и он всегда будет сохранять верующий остаток Израиля. И дальнейшее рассуждение Павла по поводу еврейства или общих откровений продолжается в послании к римлянам. Мы идем через пятую главу, знаменитую, через шестую главу, через седьмую главу, через восьмую, когда мы, наконец, поднимаем сегодня, спустя много сотен лет, вопросы о предопределении, предузнании, прославлении верующих, вопросы, которые породили множество споров между кальвинистами и армянинцами, огромное количество вопросов общей благодати и так далее. Знаменитый гимн, что никто и ничто не может отделить нас, ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отделить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. То есть Павел как бы идет все выше, 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 забирает и рассказывает все больше о том, каким образом то, что израильтянам было вверено Слово Божие, и то, что, во-первых, Иудея, а также Елену, отразилось и в учении, и в традициях, и в целях церкви, и раскрывает понятие благодати для всей римской церкви. И тут происходит одна поразительная вещь, которая, я подозреваю, привела в трепет опять всю сидящую там аудиторию. Скорее всего, к этому времени аудитория уже полностью успокоилась, а то, что Павел отошел от конкретных каких-то еврейских тем к более широким или обширным темам, касающимся церкви вообще, и почувствовали себя более уверенно, скорее всего, и евреи, давайте мы будем догадаться, что у нас левая часть будет евреями и неевреями. Для того, чтобы никому не было обидно, во второй части нашего занятия мы поменяем вас местами, ибо, господи, нет ни Иудея, ни Елена, тем более, среди вас действительно нет иудеев, насколько я понимаю, или, может быть, насколько вы знаете, а, может быть, не догадываетесь, но это другой вопрос. И вот в этой аудитории температура воздуха к тому времени, наверное, уже стала повыше, и кто-то, наверное, опять стал благополучно засыпать, слушая монотонное чтение. У нас паста вообще привыкла засыпать под пастырский звук пастырского голоса. Это такое убаюкивающее, отеческое вещание. И вдруг вот тот вот, который читает от имени апостола Павла, я так думаю, останавливается и прочитывает несколько раз, потому что сейчас он должен сообщить им нечто совершенно из ряда вон выходящее. И он говорит, истину говорю, сравнивает еще раз текст, и говорит, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Знаете, если я пишу кому-то письмо, знаете, как пастор иногда говорит, сейчас я вам расскажу историю, вот это уж точно настоящая правда. Как будто бы все, что до этого он говорил, ну, правда, но не совсем. Мы отделяем события на правду и настоящую правду. Конечно, по сравнению с настоящей правдой, правда выглядит недостаточно правдоподобно. И здесь, представьте себе ситуацию, значит, как бы им читают аудитории это письмо, и вдруг посреди письма, не вначале, был бы я на месте проповедником церкви, как Павел, я бы сказал, дорогие мои братья и сестры, перед первой главой, я вам сейчас такое расскажу, вы не поверите, но это есть истинная правда. Павел делает иначе. Он рассказывает ситуацию, все привыкли, что Павел говорит, а теперь вдруг, посредине, ни с того, ни с сего, он говорит, а сейчас я вам расскажу такое, что вы упадете со своих стульев. Поэтому, поверьте мне, прямо посреди письма он вдруг начинает их убеждать, что все, что он им сейчас будет рассказывать, есть чистая правда. На самом деле, это нелогично, потому что это как бы подрывает доверие к тому, что было сказано в первой части этого письма. Но, видимо, Павел понимает, какой драматический поворот сейчас должен произойти в тем, что он пишет, и он подготавливает аудиторию к тому, чтобы она, во-первых, а проснулась, б умылась и, в-третьих, начала воспринимать написанное, как нечто не просто из ряда вон выходящее, а как вещь, которую они должны выучить, как последующие христиане, как отче наш. И я представляю себе, аудитория, как бы, после трех с таких серьезных призывов, неугу, свидетельствует совесть моя, не в духе святом, истинно говорю, аудитория приходит в себя. Что же такое? Что же такое поразительное и интересное должен сообщить нам апостол Павел? Что он вдруг посреди вот этого всего послания обращается к нам с такими словами. И вот в этом месте мы сделаем с вами перерыв, чтобы еще больше закрутить интригу, и чтобы мы с вами могли подумать, почитать во время перерыва это место в Писании, а затем, будучи серьезно заинтригованными и представив себя римлянами в тогах первого столетия, мы смогли бы снова погрузиться в замечательные слова апостола Павла. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok